Всем привет! Меня зовут Ирина Dream. Я сейчас нахожусь у родителей в Краснодаре, и сегодняшнее видео я решила посвятить полностью своим волосам, а также в конце этого видео устроить большой конкурс на все свои любимые уходовые продукты для волос. Спонсор этого видео новый фен от бренда Socos K1 Airfly. Я сначала распакую его, покажу вам полностью, а затем мы с вами поухаживаем за волосами и подробнее покажу то, как я делаю обычно укладку. Socos это бренд, зарегистрирующий более 500 патентов и выпускающий различную технику для личной гигиены, от зубных щеток до электрических бритв, но фенам уделяется особое внимание за счет того, что они высокотехнологичные и при этом очень стильные. Как вы видите, у этой коробочки есть особый дизайн, как и у самого фена. Само дизайнерское бюро Porsche принимало участие в разработке дизайна этого фена. Они вдохновлялись колесными дисками машины Porsche, и получалась такая обтекаемая форма. Вы сейчас все это сами увидите. Когда доставляют фен вот в этой коробке, она очень плотная, здесь магнитные защелки, коробка напоминает ракушку, вот так раскрывается, и сверху вы можете увидеть такую небольшую инструкцию. Внутри краткое руководство, но вполне содержательное и понятное. Фен, впрочем, не такое уж технически сложное устройство, чтобы растягивать это руководство на много страниц. Дальше аккуратно уложен фен с насадкой-концентратором, а под ним аккуратно прячется диффузор, шнур, ну и настенное крепление. И вот так выглядит сам фен. Давайте снимем упаковку. Вы видите сейчас корпус. Корпус выполнен сам из алюминиевого сплава, который устойчив к царапинам, а ручка из тактильно приятного пластика. Ну, чтобы было держаться удобнее и хват был крепче. Думаю, все уже обратили внимание на размер этого фена. Для наглядности возьму старый фен, и это просто небо и земля, да? Также можете посмотреть и сравнить его с моим телефоном. При том, что телефон у меня большой. Фен просто суперлегкий и компактный. Но, несмотря на свою компактность и скромный вес, Soco Stylefly обладает просто невероятной мощностью. Его двигатель Magli вращается со скоростью 100 тысяч оборотов в минуту, порой превышая показатели схожих по конструкции моделей в 5 раз. И с этой огромной мощностью 70 метров в секунду производитель говорит, что можно высушить волосы в среднем за 1 минуту, если они короткие, средние за 3 минуты и длинные, как у меня, за 5 минут. Давайте сейчас я освежу голову, помою ее и на своем примере покажу, сколько я буду ее сушить. На данный момент мой любимый шампунь от Lador, а также и с этой же линейки кондиционер. Я мою голову им, а затем отжимаю волосы и наношу на концы волос кондиционер. Один раз в неделю я также делаю маску от этого же бренда. После мытья я промакиваю волосы полотенцем, затем немного хожу пару минут и после того, как волосы стали более-менее уже влажными, но не мокрыми, я наношу маску на 15-20 минут. И пока маска работает, я хочу показать вам, что здесь есть из необычного и это зеркало. Оно позволит оценить ситуацию с прической, даже если рядом нет никакого обычного зеркала. В остальных фенах такого зеркала нет, потому что обычно здесь идет воздухосборник. На самом деле здесь тоже он есть, только воздух всасывается, получается, через жабры вокруг зеркала. Но, естественно, этого бы не хватало и поэтому воздухосборник также есть и снизу. И он открывается по щелчку, как вы видите, вот таким образом. И можно здесь фен почистить щелточкой, убрать лишнюю пыль, которая накопилась. Также воздухосборник открывается и сверху, то есть там, где зеркало. Нужно просто его вот так вот открутить и убрать накопившуюся пыль. Кстати, от фена идет защита от перелома кабеля. Как вы видите, тем самым кабель прослужит дольше. Сам кабель толстый и длина у него 1,8 метра. И еще есть вот такой интересный зажим. Очень удобно, можно классно хранить этот кабель в свернутом виде. Ну все, давайте смою маску и приступлю уже к сушке. Я использую сюда сос-сыворотку от Garnier, потому что мне нравится ее запах. Она придает волосам легкость. И в целом она идет мне как термозащита, ну и облегчает расчесывание. Мне удалось высушить волосы на 80% всего за 3 минуты. Это реально факт. Хотя у меня длинные волосы, но опять же, я не досушила их до конца специально, чтобы сейчас сделать укладку. Как по мне, действительно волосы стали более мягче. Конечно, и средства влияют, да? Но действительно статическое электричество с этим феном уходит полностью. В основном ранее делали низкоскоростные фены с щеточными двигателями, которые сильно грели голову. При этом была очень низкая скорость. Здесь до 30 тысяч оборотов в минуту развивает двигатель, а здесь 100 тысяч оборотов. Конечно же, колоссальная разница. И это просто новые технологии, которые приходят в нашу жизнь. Бесщеточные двигатели сейчас будут заполнять, я думаю, очень много фенов разных фирм. И просто Socos Airfly G1 задает эту технологию и выходит вперед. Подобно тому, как смартфоны однажды заменили кнопочные телефоны, эти фены заменят низкоскоростные. У этого фена есть тройное шумоподавление. И уровень шума составляет 76 дБ. Вы можете послушать разницу. Управлять этим феном одно удовольствие. Особенно это заметно, когда у тебя во второй руке расческа. Снизу здесь есть ползунок, где включать можно фен и выключать. Ну а сверху есть кнопочка, которая переключает между четырьмя режимами. По умолчанию фен включается на самом мощном. Второе нажатие включает слабый режим. Следующее запускает режим по переменам горячего и холодного воздуха. И по удержанию кнопки запускается режим холодного воздуха. Внутрь этого фена встроен контроль температуры, что также является ключевым фактором. Обычно низкоскоростные фены зависят от высоких температур. И их температура может достигать до 100 градусов. В то время как Socos Airfly обеспечивает высокоскоростную сушку. И при этом строго следит за температурой до 70 градусов. Вот так сгорел листочек с прошлым феном. И посмотрите какой свежий с новым. Мы держали одинаковое время. Эта температура безопасна для кожи, головы, волос и даже младенцев. Хранение это вообще отдельная история. Я поражена этим магнитным насадком. Это так удобно. Просто вот легко снимается, легко надевается. Не нужно прилагать никаких усилий. И круто то, что идет в комплекте. Видите, такой держатель. Он идет наклейкой основы. Вы можете его приклеить. Здесь достаточно на самом деле вообще даже совсем чуть-чуть отогнуть. И уже приклеивается вся эта основа и хорошо держится. Здесь тоже, видите, магнитные кольца есть, куда можно прикрепить обе насадки. И вот здесь расположить вот так вот фен. И вот здесь можно повесить провод. Сейчас я, как обычно, буду укладывать волосы на брашинг. Для этого мне потребуется вот эта насадка-концентратор, создающая узконаправленную струю воздуха для более точного воздействия. Но перед этим можно создать прикорневой объем с помощью диффузора. Диффузор для фена играет немного иную роль. Он как бы не сужает воздушный поток, а распределяет его по всей площади этой чаши. Эта насадка подойдет для сушки и укладки волнистых волос, но и для прямых волос тоже нормально. Можно просто создать объем, ну или легкую такую волну. Когда укладываете волосы на круглую расческу, важно идти от корней к кончикам, чтобы чешуйки оставались закрытыми. Потом закручиваем вот так вот концы и накручиваем вверх снова к корню. Для идеального результата волосы должны быть чуть-чуть еще влажными. Больше всего мне нравится попеременный воздух, ведь он идеально подходит для подобной укладки. Когда я уже накрутила прядь на расческу, я включаю холодный воздух, чтобы прядь закрепилась, а раскручиваю вот такими круговыми движениями. Я делю волосы на две части, чтобы было проще их просушивать, ну а в конце еще прохожусь по концам. Ну а самое крутое, что этот фен делает волосы шелковистыми и блестящими. Это работает так, что высокоскоростной воздушный поток доставляет плазму от корней до кончиков волос, чтобы стянуть чешуйки волос. Добиться лучшего результата и сделать волосы в два раза более гладкими по сравнению с обычными анионными фенами. На самом деле, конечно же, я все это делаю гораздо быстрее обычно, просто сейчас стараюсь более медленно все это показывать. Вот, челку закручиваю обычно в обратную сторону и точно так же просушиваю. И в итоге у меня получается вот такая укладка, которую вы часто видите у меня на видео. Волосы, кстати, просто супер гладкие и воздушные. Я прошлась еще вот так сверху, естественно, расческой. И обычно, если не до конца вот так завились у меня концы, мне очень нравится, когда вот так в разные стороны. Бывает, хочется куда-то одну сторону, да. Вот, я еще вот так в конце могу пройтись еще раз брашником. То есть просто все их взять на расческу и еще раз просушить горячим пеном. Или если вдруг я не досушила там чуть-чуть, да. Ну, сейчас у меня все хорошо, у меня все устраивает. И с такой прической и в пирь, и в мир, я считаю, можно пойти. Я хотела бы устроить конкурс на мои любимые уходовые продукты в благодарность за просмотр этого видео. Одному из счастливчиков повезет, и вы попробуете все, что я так сильно люблю. Такой же шампунь, кондиционер, сос-сыворотку, маску и вот такие две расчески я закажу одному победителю. И все, что нужно сделать для участия в этом конкурсе, подписаться на канал, поставить лайк и оставить положительный комментарий под этим видео. В конце комментария укажите, пожалуйста, свою почту или свой телеграм, чтобы я смогла с вами связаться. Все результаты я опубликую в сообществе на ютюбе и в своем телеграм-канале. Ну, а число, когда я это сделаю, я указала в инфобоксе. По итогу хочу сказать, что если бы вы хотели выбрать для себя какой-то хороший, мощный и стильный фен не по астрономической цене, то Socos K1 Airfly действительно может стать для вас такой находкой, которая и стильная, и функциональная, и по коробке, да, вот если в подарок подарить, просто великолепно подойдет. Ну, а ссылочку на этот фен я, конечно же, оставляю в описании, то, где можно его приобрести. Мечтаю действовать и никогда не останавливайтесь. Спасибо, что посмотрели это видео и всем пока-пока!